Кресенье, 15 октября 1967 года. Вена, стадион Праттер, 14 часов 30 минут. День добрый, у микрофона Александр Елагин. Матч отборочного турнира Евро-68. Агарайтер из Линца, защитники. Четвертый, Карл Фрёлих, Аустрия-Вена. Третий, Вальтер, игра отборочного турнира. Вы помните, что мы показывали, я обращаюсь к тем, кто смотрел матч. Вместо вратаря Пихлера, полевых игроков, Вартуша, Фака, Эшмюллера, Эриха Хоффа, Вольны и Хермайера, играют вратарь Вильгельм Харайтер. Ред из пределов штрафной площади на угловой Карл Фрёлих. Защитник, который отвечает за левую зону. И побежал Эдуард Анатольевич Стрельцов. Вот он. Эдуард Стрельцов, великий футболист, которого знали и уважали не только в СССР, но и в Европе, в мире. Эдуард Стрельцов сейчас подает угловой подача, однако мяч выбило. А это Альберт Шестернёв. Он сделал кировал в сборной Австрии как раз вот в этом матче против сборной Советского Союза. И еще хочу сказать несколько слов об Анатолии 2-0. Этот матч знаменателен не только тем, что мы победили, но и не рано ушел из жизни Виктор Анишкин. Между прочим, участник финального матча 64-го года. Он играл в «Нефтяннике», провел 14 сезонов. 211 матчей, 81 гол забил. Воспитанник детской клубной команды «Локомотива», естественно, Бакинской. Потом «Нефтянника». В команде был 60 в Тринамо. И вся Европа была просто ошарашена победой киевлян. Не просто побед голов, Яшин, 358. Больше всех Александр Новиков, центральный защитник, 395. 10 голов. У Маслова 351 матч. И получили внимание, что фактически рядом сидят тренеры и запасные игроки в сборной СССР и в сборной Австрии. Удар по воротам. Торпеда, где провел 8 сезонов и был чемпионом Советского Союза, стал чемпионом Советского Союза 65-го года. Результат игр с «Селтиком». Как бы, киевская «Нефтянка» оказалась в шкуре. В шкуре «Селтиком». А это удар Эдуарда Стрельцова. Подача с фланга Валентина Фомина. Бил Эдуард Стрельцов. Но пробил выше ворот. И я не случайно заговорил о большом количестве матчей, потому что сборная СССР вот в этой игре против Австрии была... А австрийцы? Австрийцам нужно было реабилитироваться. Ведь здесь, надо сказать, настолько были недовольны парой центральных защитников. Если Альберт Шестернев за Сваишвили. Но еще раз обратим внимание, как оригинально был подан угловой, как в ворота был закручен мяч. Эдуард Стрельцов, неточная передача, здесь в центре поля. Один Штеллер назвал защитником, но действительно здесь, собственно, и Штурмбергер. И это 1055, где-то около 60. Это было на том матче 15 октября 1967 года. Так вот, австрийцы прыгра в три на тот момент. 9 туров только прошло. Так вот, 15 октября 1966 года. И вот там очень здорово сыграл Гарайтер. Причем он не был кандидатом в сборную Австрии, что было любопытно. Естественно, в это он начал как раз вот в 1966 году. Ведь чемпионат Советского Союза не был остановлен. Не было перерыва, когда сборная СССР выступала на чемпионате мира 1966 группу. А сейчас сборная Австрии. Смотрите, как после перерыва австрийцы взялись за... По-хозяйски взялись атаковать. Анатолий Бышевик. Анатолий Бышевик спас на Эдуарда Стрельцова. А Эдуард Стрельцов нет. Его опередили. Выбивает Валентин Афонин. Ежев Сабо посылает мяч в левую атакующую зону. Мяч не уходит. Эдуард Стрельцов с мячом. И против него Вальтерштам. И вот здесь, посмотрите, чуть-чуть не успевает. От головы Леопольда. Что такое сборная Советского Союза? Наверное, скажет классификация францфутбола. Самая уважаемая на тот период. Это сейчас составляет FIFA. У не было тогда авторитетные периодические издания, пишущие о футболе. Хорошая комбинация. Это Эдуард Стрельцов сделает передачу на Валерия Маслова. Марина Маслова. И вот момент. Один из Ауза, которого вот в этом самом 67-м году избрали лучшим футболистом. Ну, как его зашлили к Граузам. Но Вечеров на это внимание не обратил. Не дают принять мяч Эдуардов. Хотите, Эрвина Альги. Естественно, Эрвина Альги не ставил перед своими Суббергер. У нас немножко другая была система 4-3-3. Слева направо в защите Цховребе. Потому как авторитцам нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками за крайне неудачную... Кстати, тоже очень известный арбитр. Киряков, Руменчев. Это ассистенты Бечерова в том матче были... Они неоднократно работали на самых ответственных против Селтика. 4 октября проходил на широком шаге по левой зоне. Здесь Стрельцова. Стрельцова просто-напросто Рыгбийным приемом кладут на газон. Бечеров довольно жесткой форме предлагает Стрельцову успокоиться. А Стрельцова завалил никто иной, как левый крайний, нападение Вальтерштам. Вы знаете, Стрельцова, Луванзоракова за Швили. Дают бить наши защитники игрокам австрийской команды. Естественно, за поражение ноль. И австрийцы, как я уже сказал, практически лишились всех шансов на выход в одну четвертую финала. Нашими главными соперниками были греки, у которых оставалась игра с нами. Но эта игра была у них на своем поле. Напомню, что наши победили греков в Тбилиси. И они их принимали в том, как уже у власти было. Вот посмотрели только те, кто был на стадионе. Сейчас смотрим угловой удар. Угловой удар у ворот сборной Австрии. Штамм, посмотрите, 11 номер рядом. Метров 7, а то и 6 с половиной. Но Бечерову так и не удается отодвинуть стенку на положенные 9 метров. Разбегается Сабо, бьет по воротам, мяч застревает. Немало места уделяло спортивным событиям. Уставшими выглядели советские футболисты, что, в общем-то, опять же, хочу сказать, неудивительно. Сейчас есть какие-то определенные окна. Вот посмотрите, еще один момент. Но здесь в последнюю секунду Штурмбергер выбивает мяч. Забегали, забегали наши. Банишевский. Но практически мы с вами и не увидели знаменитых ударов головой Банишевского. Его противоборство в штрафной площади. Стрельцов здесь, посмотрите, бьет по воротам. Мельси опять попадает в ногу за хитнику. И футбол на НТВ+. В том числе и такие интересные ретро-мачи. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok